Всем привет! Меня зовут Анастасия, я являюсь преподавателем общества знания учебного центра Максимум. И сегодня мы рассмотрим с вами такую тему, как спрос и предложение. Помните, на одном из уроков мы обсуждали с вами рыночную экономическую систему? Как формируется цена в данной системе? Как раз-таки за счет механизма спроса и предложения. Чтобы разобраться с тем, как функционирует рынок и как формируются цены, нужно разобраться с этими понятиями. Если вы когда-нибудь задумывались, почему сумки Шанель такие дорогие, или почему производители устраивают большие скидки, то сегодня вы получите ответы на эти вопросы. Давайте разберемся на примере. Представьте, что наступила зима. Что вы пойдете покупать в первую очередь? Скорее всего, это теплые вещи. Сапоги, куртка, свитер. Это значит, что возникнет высокий спрос на данный товар. Давайте зафиксируем определение спроса и нарисуем его график. Спрос от демант – это готовность потребителя приобрести определенное количество товаров или услуг по определенной цене в данный момент времени. То есть при работе с графиком спроса мы рассматриваем ситуацию только с точки зрения потребителя. Представьте другую ситуацию. Вы решили объединиться и создать завод по производству мороженого. Когда объемы вашего производства будут выше – зимой или летом? Летом, потому что именно в данный сезон это самый популярный продукт. Это значит, что возникнет высокое предложение на данный товар. Давайте зафиксируем с вами определение предложения и нарисуем его график. Предложение S от Supply – это готовность продавца продать определенное количество продуктов по определенной цене в данный момент времени. То есть при работе с графиком предложения мы рассматриваем ситуацию с точки зрения производителя. Когда обе стороны – продавец и покупатель – соглашаются об общей цене, это называется равновесная цена. Когда всех все устраивает. Это и есть цель рыночных отношений. Давайте посмотрим, как выглядит ситуация рыночного равновесия. Например, к торг на рынке. Продавец и покупатель спорят о цене, пока не сойдутся на одной. Помимо понимания сути работы механизма спроса и предложения, нам еще важно знать, какие факторы на них влияют. Первый фактор, который влияет на изменение спроса – это цена. Чем выше цена, тем ниже спрос. Об этом и говорит главный закон спроса. Например, повышение цены на телефоны Samsung вызвало понижение спроса покупки данной марки. Падение доходов потребителей вызовет понижение спроса, ведь людям будет не на что покупать. Например, гражданка M лишилась определенного количества заработка в этом месяце. И теперь она не может позволить себе салон красоты, и ей приходится делать маникюр самой. Следующим фактором является реклама, которая может привести к повышению спроса. Представьте рекламу стирального порошка, где есть известный актер. Спрос, конечно же, сразу увеличится. Модные течения также увеличивают спрос на определенную продукцию. Например, спорт сейчас очень актуален, поэтому спрос на спортивный инвентарь резко возрос. Ожидание роста цен также приведет к повышению спроса, ведь купить сегодня намного дешевле – это выгоднее, чем купить завтра дороже. Например, несколько лет назад ходили слухи о повышении цен на гречку, поэтому многие закупили ее в огромном количестве, пока не повысились цены. Перейдем к следующему фактору. Если ставка кредитования повысится, то потребители перестанут брать кредиты и приобретать новые товары. Например, при повышении ставки ипотеки семья Ивановых отказалась брать кредит на квартиру и решила дальше продолжать снимать жилье. Также не стоит забывать про товары-комплименты. Это дополняющий товар, который потребитель приобретает вместе с основным. Например, товаром-комплиментом к телефону будет являться зарядное устройство или наушники. Товаром-комплиментом к кофе будут сливки или молоко. Запомните, при повышении цен на товары-комплименты снижается спрос на основной товар. Например, при повышении цен на техническое обслуживание такого автомобиля, как BMW, будет снижаться спрос на сам автомобиль. Поэтому потребители будут выбирать ту марку автомобилей, которая будет дешевле в техническом обслуживании. Также экономисты рассматривают другую категорию товаров – товары-субституты или товары-заменители. Примерами товаров-субститутов могут являться кофе или чай, апельсины или мандарины, шоколадные конфеты или шоколадные батончики. Например, при повышении цены на чай потребители будут покупать кофе, или повышение цен на апельсины потребители будут покупать мандарины. Также на спрос может влиять сезон. Мы рассматривали этот фактор, когда говорили про формирование спроса и предложения. Запомните, начало сезона всегда говорит про повышение спроса. Конец сезона – про понижение. Вспомните наш пример про мороженое. Летом – это самый популярный продукт, поэтому спрос на него будет намного больше именно летом. Как мы с вами выяснили, на изменение спроса влияют ценовые и неценовые факторы. К росту спроса мы отнесем уменьшение цены, ожидание роста цен, повышение доходов населения, хорошая реклама, модные тенденции, начало сезона. Падение спроса – это обратная ситуация. Здесь мы с вами встретим падение уровня доходов населения, увеличение цен на определенные товары, повышение ставки кредитования, увеличение цен на товары-соменители. Рассмотрим факторы, которые влияют на изменение предложения. Например, увеличение количества производителей всегда ведет к повышению предложения. Представьте, на рынке появились новые производители канцелярских товаров, поэтому предложение данного товара увеличилось. Есть факторы, которые влияют на издержки производителей. Например, если цена на ткань повысится, то производителю будет невыгодно производить какую-либо одежду. Таким образом, предложение снизится. Следующий пример повышения предложения – это государственные субсидии, то есть безвозмездная помощь от государства. Таким образом, дохода у производителей будет больше и повышение увеличивается. Например, государство может выделить субсидии на производство детского питания. Таким образом, производство в данной сфере повысится. Ожидание подъема цен вызовет понижение предложения, потому что производителям это просто невыгодно. Об этом гласит главный закон предложения. Чем выше цена на определенную товар или услугу, тем выше и предложение. Если производители узнают о повышении цен на велосипеды в следующем месяце, то в этом месяце предложение сократится. Также на предложение влияет величина налога. Чем выше налог, тем ниже предложение. Например, государство снижает налог фирмам, которые занимаются сельским хозяйством, поэтому их предложение резко возрастает. Аналогично спросу – начало сезона говорит нам об увеличении предложения. Если у нас началась зима, то все побегут покупать теплые вещи, о которых мы говорили с вами в самом начале нашего урока. Давайте еще раз проговорим о том, что влияет на увеличение предложения. Это увеличение количества производителей на рынке. Это снижение налогов, это может быть хороший урожай, это может быть снижение цен на покупку каких-либо товаров или услуг, используемых в производстве. Если мы говорим про падение предложения, то это обратная ситуация. Здесь мы увидим уменьшение количества производителей на рынке, увеличение стоимости ресурсов, то есть издержек, увеличение налоговой ставки. Сегодня мы рассмотрели с вами такие понятия, как спрос и предложение, и проговорили факторы, которые влияют на них. Желаю вам удачи в освоении данной темы.